На мой взгляд, последний митинг, который состоялся в мае, он показал, что протест однозначно вышел из моды. Как сказал один из известных российских авторов, протест больше не носят. Он перестал быть трендом, он опять скатывается в какое-то маргинальное поле. К сожалению, я должен это признать, потому что сильная оппозиция нужна любой стране. Это неотъемлемая часть политического пространства. Сильная, конструктивная, нормальная, адекватная оппозиция. То, что сейчас предлагается в первую очередь своим сторонникам, лидерами оппозиции, я никак не могу назвать чем-то конструктивным, интересным или хотя бы модным. Раньше, в общем-то, тоже не было особой какой-то повестки. Но был, по крайней мере, модный тренд. Быть оппозиционером, это было в тренде. Поддерживать власть было как-то, в общем-то, не очень модно. Сейчас, на мой взгляд, ситуация переменилась. Об этом свидетельствуют и данные социологии. Но, простите, но когда у президента по Москве, вроде как в самом таком протестно настроенном городе, рейтинг зашкаливает за 50% в межвыборный период, это очень много. Это значит, все вот эти вот люди, которые разочаровались в болотное, они повернулись к Путину. Потому что они только в нем увидели человека, который вообще хоть что-то может сделать. Вообще на что-то влияет. Вообще, с которым можно хоть как-то связывать свое будущее. На мой взгляд, это было прогнозируемо. И еще год назад я говорил о том, что если содержательные повестки предложены не будут лидерами оппозиции, это стухнет очень быстро. Если не будет предложено внятного, адекватного ответа, за что мы. Против чего, всем понятно. Вопросов нет. Вам что-то не нравится. Хорошо. А мне что-то нравится. Дальше о чем будем разговаривать. А дальше тупик смысловой и содержательный. И, к сожалению, из этого тупика оппозиция так и не нашла выход. Не хотела или не смогла, это большой содержательный вопрос. На мой взгляд, и не хотела, и не смогла. Во-первых, там особо некому заниматься вот такими вот содержательными поисками, ответов на вот эти вот сложные вопросы. Что будем делать? Какая программа? Где экономическая программа? Где, если хотите, теневое правительство? Во многих странах существует теневой кабинет министров, который принимает решения, ну, скажем, понарошку. Для того, чтобы те люди, которые наблюдают за процессом, ну, условно говоря, избиратели через цикл, они могли смотреть, что вот были варианты решения и получше. Этого же нет. И, судя по всему, не будет. Социология штука коварная, и можно верить, можно не верить. Но не верить своим глазам, что с каждым разом людей на улице становится все меньше и меньше, просто из-за того, что люди перестают понимать, а зачем туда выходить. Меры безопасности исключительные. То есть никаких инцидентов, провокаций. Хорошо работают сотрудники правоохранительных органов. Все для вас, что называется. Но люди не ходят. Никому не хочется связываться с маргиналами, никому не хочется быть маргиналом, выглядеть им. И, к сожалению, оппозиция так и не смогла предъявить обществу лидера, своего, лидера протеста. Никто из оппозиционеров им не стал. Уровень взаимного неприятия друг к другу у них гораздо выше, чем уровень коллективного неприятия, скажем, к Путину или к Единой России, или к власти в целом. То есть друг друга они ненавидят гораздо сильнее, чем ненавидят Путина все вместе. И готовы бороться друг с другом гораздо активнее, чем готовы бороться с Путиным. В такой ситуации, раздирая его какими-то междоусобными войнами, где-то за финансирование, где-то за медийное влияние, где-то за то, кто выйдет на сцену выступать на митинге, оппозиция не может существовать. Ну, к сожалению, для кого-то, к счастью, для других людей. Но, по сути, на протестном движении можно ставить крест, потому что в том виде, в котором оно существовало, оно выродилось. А новый вид, я имею в виду вид, скажем, действительно политического движения, которое бы участвовало прежде всего в выборах, а это мерило эффективности любой оппозиционной, провластной, любой партии, политической организации и так далее. Насколько эффективно она берет власть, насколько эффективно она ее завоевывает, насколько ей доверяют избиратели. Мы этого участия в выборах не видим. Мы видели участие там прыжков, да, прошел 5-процентный барьер, поучаствовал в выборах осенью прошлого года. Мы видим, что сейчас новые партии собираются участвовать в выборах в регионах. Ну, пожелаем им удачи, давайте посмотрим, что у них получится. Но это совсем не те люди, которые ходили на Болотную. Совершенно другие люди. А тех людей, которые выходили на проспект Сахарова, на Болотную, на Новый Арбат, ну, их, по сути, просто обманули, развели и кинули. Печально, но это так.